Принятый закон 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеи ООН. В документе выражено признание и поддержка статуса постоянного нейтралитета Туркменистана со стороны всех членов Совета Безопасности. Этот документ содержит призыв государства уважать и поддержать этот статус, уважая также независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Я гражданка Туркменистана, а также член Международной Платформы Федерации Женщин Айнай Догдыва. Хочу спросить у вас, господин председатель. Мы уже 30 лет уважаем и от души мы поддерживаем ваш статус независимости, который привела мой народ к голодомору и феодализму. Для чего вы присвоили статус нейтрального государства Туркменистана? Вы спросили у туркменского народа, хотят ли они такой суверенитет? Вы помогли бандитам построить государство страха, насилия, голода и нищеты. Вероятно, вы в курсе события о колонии строгого режима под названием Туркменистан. Режим красных химеров в Камбодже унесло 3 миллиона человеческих жизней. Диктатор Пол Потт был самым кровожадным правителем в истории человечества. Уважаемый председатель, у нас в Туркменистане аналогичная ситуация. Сапар Мурат Ниязов инсценировал свою смерть и ограбил страну на 10 миллиардов. Уже 16 лет корпорации семьи Ниязова используют деньги туркменского народа в собственных интересах. Античеловеческие реформы преступной администрации Берду Мухамедова сажаются в свой собственный народ в целях личного обогащения. Кому нужен был этот нейтралитет, когда уже 30 лет бандитское правительство осуществляет геноцид собственного народа? За все эти годы вы поинтересовались, как живет богатейшая страна с углеводородными ресурсами Туркменистан? Где процветает демографический кризис, голодомор, нищета, репрессии, коррупции и насилие? Где законституционные права за интеллект и эрюдицию люди подвергаются к тюремному заключению? Мы потеряли статус человека, нас превратили в животных, наш народ думает только о хлебе, как прокормить себя и семью. И это в 21 веке? Вы понимаете, что за 30 лет продолжается интеллектуальная ликвидация туркменского народа? За все эти годы наш народ терпит жестокость, унижение, репрессии и насилие. Беспредел властей и коррупционный механизм представляют реальную угрозу для моего народа и государства в целом. Запуганный насилием, репрессиями туркменский народ лишен от всех социально-экономических благ и духовного нравственного развития. Своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН не только поддержала геноцид бандитского правительства против своего народа, но обеспечила статус неприкосноведности карателя клана. Исходя из этого, статус постоянного геноцида туркменского народа не может быть изменен или отменен в одностороннем порядке без согласия на то всех членов ООН. Но где же это эволюционно-объективность, закономерность развития? Политическая некомпетентность администрации Бердумхамедова умышленно поражает расовую, племенную экономическую дискриминацию. Многомиллиардные ресурсы от углеводородных залежей, от производителей легкой, тяжелой аграрной отрасли банально переводятся зарубежные счета казнокрадов. Внешполитический курс, основанный на принципах постоянного нейтралитета, изолировало пятимиллионное государство от мирового сообщества. Игра в независимость бандитского клана Бердумхамедова запустила алгоритм ликвидации туркменского народа. Нейтралитет и независимость стали эффективным инструментом таталитаризма подавлений народа. На носу президентские выборы, где будут баллотироваться единственный кандидат на пост президента – сын диктатора. Под четким контролем российских подставных наблюдателей передадут власть от отца к сыну. Возникает вопрос, почему эта делегация не из Европы? Потому что Путин сидит на туркменской газовой трубе, и за это купленный наблюдатель из России. Если власть перейдет к Бердумхамедову-младшему, тогда независимый геноцид и нейтралитет будут господствовать вечно. И навряд ли эти людишки с плоскими формально-логическими мышлениями изменят ход истории в судьбе туркменского народа. Продолжение следует... Продолжение следует...